Конечно, Шила Прабхупада жил в Аллахабаде несколько лет, и здесь у него был свой бизнес. А еще он нам потом рассказал, что он пожертвовал божества в этот мах. Я помню, что меня поразило в тот день, когда мы поехали туда. Прабхупада ехал впереди, а сзади было 8 или 9 рикш, на которых ехали мы, следуя за ним, как утята. Куда бы он ни пошел, мы шли следом, таковы были наши отношения. Мы никогда до конца не понимали всей важности того, что делал Прабхупада. Но, как я уже говорил, сейчас, вспоминая то прошлое, мне становится ясно, что Прабхупада прекрасно понимал. Это было похоже на великую кампанию, которую он спланировал и осуществлял. Рупа Гаудия Матху в Аллахабаде. Это было самым потрясающим событием для всех западных учеников Шрилы Прабхупады. Мы не просто пришли на программу вместе с Шрилой Прабхупадой, но мы пришли на программу, в храм, в котором он очень активно занимался служением, в то время, когда он находился здесь, когда он жил здесь до того, как покинуть Индию, вот божества. Мы все знали о том, что Шрилы Прабхупады. Еще когда он занимался бизнесом, достал Арча Виграху для этого храма, божества Рата Кришны. Это было его служением. А это, на самом деле, одна из первых Арча Виграха, фотографий, которые я увидел в своей жизни. Когда мы были в Сан-Франциско в 1967 году, нам прислали пару очень старых фотографий из Калькутты, которые были сделаны Ачутанандой и Армануджа Брамачарей. У нас была фотография этих божеств, которую нам прислали в Сан-Франциско. Так что это были одни из первых божеств Ратхи Кришны. Из Индии, которые я когда-либо видела. И они всегда были очень дороги мне. Шрилы Прабхупады очень гордился тем, что ни в одном из всех этих пандалов на Магмеле того года никто даже не пытался проводить такие мероприятия с поклонением Марча Виграхи Рата Кришны. Это было только в нашем пандале. И мы стали очень знаменитыми даже из-за этого аспекта нашего присутствия. Нашими божествами были Шиширада Мадова. Прабхупада в один из дней взял всех нас с собой. Не всех, но я знаю, что я был с ним. И мы ехали по городу, и он показывал нам разные места, где он жил, где было его предприятие, и все такое. Я помню, однажды Прабхупада сказал нам, что сюда приходит много йогов, и некоторые из них очень старые, им по 300 лет, но они выглядят как юноши, так что их невозможно узнать. Он говорил, что два таких йога пришли к нему, и они рассказали, что жили в джунглях вместе с тиграми. Я помню, что была удивлена, потому что тогда Даша Лапрупада впервые рассказал нам о ситхах, которыми обладают здесь йоги. Он сказал нам, «Вы должны быть очень осторожными, потому что эти йоги очень могущественны». А также у многих из них есть могущественные ситхи, так что они могут зайти в Гангу в Гималаях, а выйти здесь, в Тривени. Они обладают мистической силой, с помощью которой могут перемещаться с одного места на другое. Он сказал, «Будьте осторожны и почтительны с ними». В это время на Кумбамеле нас перевозили на другую сторону Ганги на лодках, и мы отправились к вашему прабудату Брахмачаре. Он был уже стар и был знаменит тем, что перевел Чхитания Чхиритамриту, которое изначально было написано на Бенгале. Прабупада перевел на английский, но прабудат перевел ее на хинди. Большинство людей в Северной Индии говорят на хинди, поэтому они смогли по достоинству оценить перевод прабудаты. Аллах Абад занимает очень важное место в истории Годио-Вайшнау, потому что Чхитания Махапрабул давал наставления Рупе Госвами в Аллахабаде, в Праяге, в течение многих дней, по-моему, 10 дней. Рупа Госвами он шел во Вриндау, исполняет свою миссию. И в этом месте Махапрабул дал наставление Рупе Госвами. И Рупа Госвами позже записал всю Гаудио-Вайшнавскую философию, которой руководствуются все Гаудио-Вайшнавы вплоть до сегодняшнего дня, все свои книги. Он считается самым выдающимся из всех Госвами. Но я был так болен, что когда поднялся утром, где-то в 4 утра, чтобы сходить в уборную, там было занято. Когда я вернулся обратно, я залез назад под одеяло, чтобы согреться. Я просто лежал и даже не мог пошевельнуться. Затем я услышал, что начинается Мангла-Арти. Я встал, оделся, пришел на Арти и, должно быть, опоздал минут на 10. Прабхупада наблюдал за мной, как я захожу сзади. Он рассказывал историю с Бхагаватом про Аджамилу, о покаянии. В санскрите есть слово «праяшчита», это значит «покаяние». Он говорил о том, что искупление грехов не решает проблему, потому что оно не очищает сердце от семян греховных желаний. Хотя можно избавиться от последствий своих грехов благодаря искуплению, благодаря какой-то прояшчите. Нельзя, невозможно избавиться от склонности совершать подобные грехи. Затем он начал говорить про Аджамилу, что он в молодости, он сказал, совершал очень чистое служение. И говоря это, Парапа досмотрел на меня. Затем он сказал, «Очень чистое». Но потом, с течением жизни, из-за определенных обстоятельств, он пал, и до смерти он жил, как падший мирской человек. Но как раз тогда я зашел, и он смотрел на меня и говорил о том, что Аджамила в молодости совершал очень чистое служение. И когда он посмотрел на меня, он сказал, «Очень чистое». И сейчас, когда я размышляю над этим, над тем, что случилось, и над тем, что происходило в моей жизни с того времени, мне кажется, что он видел мое будущее. Здесь мы видим, как Вайраги Баба встречается с Шилой Пропадой во время Харинаамы на Кумбамеле. Он был преданным Господу Чайтане Махапрабу. У него были огромные караталы, которые мы называли грахаталы. И он пел «Харибол, Харибол» и громко скачал в них. Шилы Пропада встретил Вайраги Бабу еще раньше в Бомбее, в Прям-Кутире. А потом Шилы Пропада встречался с ним на Гитаджаянте в Индоре. В один из вечеров Вайраги Баба присоединился к Пропаде и преданным на сцене. Шилы Пропада встал с Весасаны и подошел прямо к Вайраги Бабе и начал прыгать вверх-вниз, пытаясь вдохновить его тоже прыгать и потанцевать. И там они прыгали вдвоем, танцевали перед толпой из тысяч человек. Потом на Кумбамеле Шилы Пропада вдохновлял его присоединиться к нам. И на одной из вечерних программ в Пандали Вайраги Баба тоже поднялся на сцену, пел и танцевал вместе с преданными. И мы видели, что Шилы Пропада очень хотел вовлечь его. Он с большим энтузиазмом относился к Санкиртане и к Махапрабу. И он был также вдохновлен от того, что был частью дела Шилы Пропады. Там была большая хунди. И мы высыпали монетки каждый день. Потом на следующий день мы шли на прогулку. Пропада просил нас давать монеты прокаженным и другим людям пораженным болезнью. Там было целое поселение таких людей. Они были частью Мелы. Они приезжали на Мелу за благословениями Садху, и чтобы получить какие-то пожертвования. Им нужно было как-то жить. И однажды утром один преданный остановился и сказал, а не лучше было бы дать им просада? Потому что для нас просада означала большая тарелка халавы и кищи. Пропада остановился, взглянулся и сказал, для них это просад. Я был в Бенарасе. В то время, когда Шрила Прабхупада путешествовал по Индии вместе с 40 своими учениками, я прочитал в газете, что в Америке ведется проповедь Кришна Бхакти. И, естественно, я был преданным Кришне, поэтому мне понравилась эта тема. Я пошел туда. Там было шествие от Дашишвамета Гата к дому Тапана Миши, который сейчас в Бенарасе. Когда шествие закончилось, я подошел к Шриле Прабхупаде и сказал на хинди, когда вы поехали в Америку и как вы проповедуете? Прабхупад сказал, видишь, я просто пою Харья Кришна и даю небольшую лекцию. Он сказал, они нуждаются в этом ведическом знании. Только посмотри, насколько они счастливы, как они поют. Тогда я спросил, а где у вас будет проходить программа после Бенараса? Прабхупад ответил, я поеду в Горакпур. Я записал дату. Затем я поехал в Горакпур и Прабхупада был там. Он остановился в Кришна-Никятане. Я пришел туда и ждал. Прабхупада был в то время один. Я не знал, что он и есть Прабхупада. А где Ачебхактиданта Свами? Я спросил у Прабхупады. А Прабхупада спросил меня, а почему ты хочешь встретиться с ним? Я ответил, потому что он мой гуру. Он мне очень понравился. И Прабхупада спросил меня, а почему ты принимаешь его как своего гуру? Я сказал, потому что он слуга Чайтани Махапрабу. Затем Прабхупада спросил, а кто такой Чайтани Махапрабу? Я ответил, он сам Кришна. Я говорил и Прабхупада спросил, почему ты принимаешь Чайтани Махапрабу за Кришну? Потому что я читал в Чайтани Чаритамрите, что Кришна сам пришел как преданный, чтобы проповедовать. Тогда Прабхупада сказал, нет, 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 он не Кришна. Он преданный Кришне. Я сказал, нет, он сам Кришна. Но Прабхупада наставил, нет, он преданный Кришне, он не Кришна. И тогда я очень грубо ответил Шалепрабу Паде. Я сказал, просто замолчите, не говорите больше ничего. И тут Прабхупада очень громко рассмеялся, очень громко. Затем пришли какие-то преданные и стали кланяться ему. И я понял, что он есть, Гуру Махарад, что это Шила Прабхупада. Когда они поклонились перед ним, я тоже поклонился. Я сказал, пожалуйста, простите меня, я совершил оскорбление ваших лотосных стоп, я не узнал вас. Пожалуйста, простите. И тогда Шила Прабхупада схватил меня вот так за руку и сказал, пошли ко мне в комнату. И там сидели трое учеников и Прабхупада все смеялся и смеялся. Улыбка никак не сходила с его лица. Затем он сказал, он знает, что Читания Махапрабу это Сам Кришна. Он сказал, ты отругал меня и мне это понравилось. Твои слова доставили мне большое удовольствие. Самой большой сенсацией, конечно, был фестиваль на перекрестке Майдана в марте 71-го. Мы впервые привезли с собой в Индию рекламу западного стиля. Мы затратили на рекламу огромные усилия, используя воздушные шары. Я помню, у нас был один семиэтажный небоскреб на боковой стене которого гигантскими буквами было написано Харе Кришна. Местом проведения мы избрали центр Бомбея. Оно называлось Кросс Майдан, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Наш план состоял в том, чтобы познакомить Индию с движением Харе Кришна. Каждый день на утренние и вечерние лекции приходило от 50 до 100 тысяч людей, и на протяжении дня пандал был открыт, чтобы люди могли приходить, гулять, задавать предным вопросы. Там была платка в вопрос-ответ и разные выставки о сознании Кришны во всем мире. и люди начали понимать, что это всемирное движение, начато одним из их соотечественников. Меня больше всего привлекли афиши, на которых было написано «Садху из Америки и Европы в городе». Мне доводилось слышать только о Садху из Ардвара, Вриндауна, Матхура или Пандарпура. Поэтому мне было интересно. Тогда мне не удалось увидеть Прабхупаду. Я в основном встречался с преданными, но преданные Прабхупады и его последователи произвели на меня очень сильное впечатление. Они были крайне серьезны. У них была твердая вера, глубокое знание. Меня это очень впечатлило. А это всего лишь его последователи и ученики. я мог только представить себе их гуру, их духовного учителя. Должно быть, он намного превосходит их. Я только что спустился с Ямалаев, приехал из Варанасии под Гай. Я был в Бомбее, гулял по улицам. Я увидел большую вывеску с надписью «Фестиваль Харе Кришна на Кросс-Майдан». Это было в первый день программы в Пандале. На нее пришли десятки тысяч людей. Я был далеко, далеко в толпе. Просто смотрел. И Пропадхи поднялся на сцену. Маду на сцену. Маду Виши Пропадхи вел киртан. Преддные танцевали. Гурдас Пропадхи фотографировал. Я увидел, как Пропадхи позвал Гурдаса, и они какое-то время разговаривали. Затем Гурдас стал сматриваться в толпу, он смотрел, смотрел долго. Потом он пошел аж в самый конец, взял меня за руку и сказал, «Правпада хочет, чтобы ты сидел рядом с ним на сцене». Я спросил, «Откуда Правпада знает, кто я такой?» Он ничего не ответил, он просто потянул меня за собой. Когда мы подошли к сцене, Правпада улыбнулся мне и сделал знак рукой, чтобы я сел неподалеку от его, в ясасаны. Я сел. Я видел, что когда Правпада говорил, у него было такое искреннее, горячее стремление достучаться до сердец людей. Он был глубоко сострадателен и соучастлив. Дабхихарт Адас, когда он сел, чтобы давать лекцию, я почти ничего не понимал, у него был очень сильный акцент. Но смысл всего был, «Придайся». И это дошло. Идея предания немного шеломляла, но эта мысль, несомненно, присутствовала. Я знал, что это было поворотной точкой встречи с его божественной милостью. Казалось, что Шива Правпада очень-очень гордился свадебной церемонией, потому что это на практике демонстрировало международное влияние сознания Кришны на очень прочной основе пожизненных обетов, верности. Во время церемонии бракосочетания я вдруг почувствовал, что меня кто-то взял за руку. Я повернулся, и это была маленькая Сарасвати, которая посмотрела мне прямо в лицо и сказала, «Знаешь что?» Я ответил, «Что?» И с огромной улыбкой на лице она сказала, «Кришна — это верховная личность Бога». И убежала. Позже, на одной из лекций, Шива Правпада заметил, что эта маленькая Сарасвати — совершенный проповедник, потому что всем, что она знала о Кришне, она стремилась поделиться с другими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok